Первый канал и компания «Телеформат» представляют. В детективное агентство обратилась пенсионерка Эвелина Фёдоровна Лисицына. Уважаемый детектив, с некоторых пор мне угрожает неизвестный злоумышленник. Злоумышленник? Вот именно. Вот, я доставала это в перчатках, я знаю правила, если есть здесь отпечатки чьих-то пальцев, вы их найдёте. Старая дура, если не прекратишь писать свои книжонки, тебя найдут с удавкой на шее. Звучит угрожающе. А вы пишите книги? Да, детективы. Точнее, криминальные романы. Разница в том, что... А ваши книги напечатаны? Да. Два романа вышли в местном издательстве. И вот после этого вы стали получать такие письма? Да. Я не знаю, что мне делать мне страшно. Я на конверте не вижу адреса. Как вы получали письма? Их бросали в почтовый ящик. Можно устроить засаду на лестничной площадке. Получается, что злоумышленник знает ваш адрес. А вы не думали, что это может делать кто-то из ваших знакомых? Ну, в наше время узнать адресы так просто. Моей внучке приятель подарил компьютерный диск весь город. Там все адреса. И мой, и ваш. Если вас нужно будет найти, найдут. Понятно. Значит, знакомых вы не подозреваете. Скажите, а что в ваших книгах может быть такого, что может задеть кого-то или напугать? Задеть? Нет, а напугать, да. Я стараюсь напугать читателя. Это есть цель криминальных романов, детективов. Я хочу объяснить вам разницу между криминальными романами и детективами. Евелина Федоровна, сейчас мой помощник проводит вас домой и возьмет вашу квартиру под наблюдение. Письмо вот это я отдам на экспертизу. И у меня к вам большая просьба. Вы не выходите пока из дома. Вы что думаете, он свою угрозу выполнит прямо сейчас? Ну, хорошо, хорошо. Я все выполню, что вы скажете. Агата Кристи, наше почтение. Привет, привет. Это мои друзья замечательные люди. А вот и Танечка. Мадемуазель. Она учится в институте. Танечка, а что так рано? Занятия отменили? Отпросилась. Надо реферат писать. Не успеваю. Я была у частного детектива. Он обещал помочь. А этот замечательный молодой человек, его помощник, будет нас охранять. Пойдемте. Слова и отдельные буквы, вырезанные из газет. Такое ощущение, что писал любитель детективов. Может быть, вообще просто розыгрыш? Не думаю. Письма очень злые. Вполне может быть, психопат или маньяк. А она сильно напугана? Она очень много говорит. Может быть, от испуга, может, еще от чего. Ладно, разберемся. Я к клиентке, а ты пока почитай ее книги. Посмотри, что здесь может спровоцировать угроза. Детектив Насонов приехал на квартиру Эвелины Лисицевой. А вы вдвоем с внучкой здесь живете? Да. Тайнические народители, археологи. Они в Монголии работают. А девочке надо учиться. Интересно, кто это там? Так, стоп. Эвелина Федоровна, а вы всегда вот так дверь открываете, не посмотрев в глазок? Покажи простой вопрос, кто там. Ну да. Отойдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Славик. Славик Панин. Танин одноклассник. Работает в газете. Алексей Викторович – частный детектив. Он принял тебя за злодей, который пишет мне страшные письма. А, вы все-таки решили обратиться к детективам? Это правильно. Вы знаете, я обязательно должен взять у вас интервью. А вы знаете об этих страшных письмах? Ну да. Я ведь пишу об этом сенсационную статью, понимаете? Элина Федоровна, мы должны еще с вами кое-что уточнить. А вы прошу вас, пожалуйста, умоляю, не уходите. Я обязательно должен с вами поговорить. Я пока поговорю с вашей внучкой. Таня, а у бабушки есть враги? Кто-то может желать ей смерти? Никто. Она всю жизнь наукой занималась и работала в академических учреждениях. Подсидеть могут, а чтобы смерти желать. А как вы думаете, кто может писать эти письма? Псих какой-нибудь, маньяк. А ты боишься за бабушку? Конечно, я боюсь, а вы бы не боялись. Извините, мне завтра реферат надо сдавать. После визита к Лисицыным Насонову пришлось побеседовать с журналистом Вячеславом Панином. Частный детектив, это круто! Я забабахаю такую сенсацию! Слушайте, а как вам название? Маньяк угрожает убить автора детективных романов. По-моему, слишком длинно. Почему же длинно? Не, я, конечно, еще подумаю, но... И вообще, мне кажется, ваша статья – это очень хорошая идея. Подождите! Ну почему же? Это же классная идея! Скажите, пожалуйста, какие меры вы предпримете, чтобы защитить Лисицыну, а? Прежде всего, я не допущу, чтобы вышла ваша статья. Если вы сами не понимаете, что это подвергает риску жизни моей клиентки, то я это объясню вашему начальству. Если понадобится, то с помощью прокурора. А что здесь такого? Я не понимаю. Ну, вот когда мы найдем автора писем, а мы его обязательно найдем, и вот тогда я обещаю, что первое, кому я дам интервью, это будете вы. Ну, как дела? Отпечатков пальцев на письмах нет, а о книжке очень даже ничего. Хороший язык, написан с юмором. Ну, я же тебя не про юмор спрашиваю. Вы думаете, что она описала какую-то реальную ситуацию, а преступник в ней узнал себя? Ну, пока это единственное разумное объяснение писем. Ну, значит, Лисицына что-то недоговаривает. Да я тоже так думаю. Надо с ней еще пообщаться. Тем временем Федор по заданию детектива Насонова следил за Таней Лисицыной. Вот народ, а! Алексей Викторович! Я тут кое-что нашел. Я понял. Давай, заходи и находку с собой прихватим. А потом нас распределили в Казахстан. А вот и Танечка. Здрасте. Здрасте. Таня, откройте, пожалуйста, дверь. Сейчас мой помощник зайдет. Ну и что там в Казахстане? Что-то у него такое лицо перепуганное. Насонов обнаружил, что в пакете находятся газеты с вырезанными буквами. Ну, а как это объяснить? Я не знаю, что это. Это вы выбросили этот пакет. Елена Федоровна, а может быть у вас есть объяснение? Ну, я так и знала, что этим кончится. Да, я сама себе посылала эти письма. Таня мне помогала. И что же это такое? Пиар-ход? Да. Мои книги мало читают, меня мало знают. Мы придумали такой рекламный ход. Якобы кто-то угрожает убить писательницу-детектива. И вы думаете, это принесло вам популярность? Да. И Панин должен был написать обо всем в газете. Так Панин тоже участвовал в этой игре? Нет, Славка ничего не знал, что письма не настоящие. Детектив, вы разобрались с этим за один день. Я, видимо, плохая сочинительница. Я не знаю, какая вы сочинительница. Но вот актриса вы плохая. Фальшивили с самого начала. И из-за вас мы потратили целый день, чтобы найти злодея, которого на самом деле не существует. Я же говорила, что это дурацкая затея. А ты выглядим теперь полными дурами. Ну, ты права, Танечка. Вы меня простите. Мы компенсируем все расходы. Пустяки, не переживайте. Будем считать, что мы провели литературный семинар нашего агентства. И проводила его сама госпожа Лисицына. Восходящая звезда детективного жанра. Ну, вы такой галантный молодой человек. Хорошо, что вы не сердитесь. Садитесь. Будем пить чай. В детективное агентство обратилась писательница Эвелина Лисицына. Она получает анонимные письма с угрозами убить ее, если она не перестанет писать детективные романы. Однако детективы выясняют, что Лисицына сама посылала себе страшные письма, чтобы привлечь внимание читателей к своим сочинениям. После визита Эвелины Лисицыной прошло две недели. Алексей Викторович, вы это видели? Зверски убитая известная в нашем городе писательница Эвелина Лисицына. Как же так? Это еще не все. Читайте дальше. Лисицына опасалась своей жизни и обратилась к частному детективу Насонову. Но убийца оказалась у нее хитрее частных сыщиков. А может быть, те просто наплевательски отнеслись к ее просьбе, кто же автор? Ну, конечно, Вячеслав Панин. Но вы же тогда не дали ему сделать сенсацию. Он сделал ее сейчас. Да, отыгрался. Сенсация на крае. Надо потребовать, чтобы газета дала опровержение. Объяснить, что Лисицына уже не являлась нашей клиенткой, что письма были фальшивые. Да, да, конечно, обязательно. Сейчас мне надо поговорить с внучкой погибшей. Насонов позвонил знакомому следователю и узнал подробности убийства Лисицыной. Ну что, задушили ее веревкой. Грязная веревка найдена там же. Никаких следов. Ничего себе. То есть, как в письме, да? Тебя найдут с удавкой на шее. Основная версия, что это сделали те бездомные, с которыми она общалась. Прокуратура сейчас этим занимается. Я так и знал, что дружба с этими бомжами и добром не закончится. Зря ты так, Федор. Им-то зачем ее убивать? Она их подкармливала. Да мало ли что, лукашу с пьяных глаз покажется. Ладно, пока следствие занимается версией с бомжами, мы должны проверить другие версии. Я же ей говорила, говорила ей. Что ты ей говорила? Чтобы она перестала ходить к этим бомжам. Они кого угодно готовы придушить из-за бутылки водки. Таня, а кто наследует эту квартиру? Ведь квартира принадлежала Евелине Федоровне. Ну, я наследую. Что вы думаете, я готова убить бабушку из-за того, что нам стало тесно в этих хоромах? Как вам не стыдно? Да я просто спросил. А вот профессорскую пенсию ее я не унаследую. На какие деньги я здесь буду жить, я не знаю. Может быть, это вас убедит? А еще посмотрите в словаре. Есть такое слово «любовь». Я ее просто любила. Я просто пытаюсь выяснить, кому была выгодна смерть Евелина Федоровны. Скажи, а кроме тебя кто-нибудь еще знал, что это она сама себе пишет эти страшные письма? Нет. Только я и мой жених Андрей Шахов. Он как раз и посоветовал ей сделать рекламный ход. Вот как? Да, она пришла к нему за советом как к бизнесмену, а он сказал, что для раскрутки нужны или большие деньги, или скандал. Она и придумала эти письма, а он сказал, годится. Вот что, вы мне дайте адрес вашего жениха. И еще один вопрос. А Панин на самом деле не знал, что письма не настоящие? Нет, мы Славке ничего не говорили, ну хотя он мог догадываться. Он как-то сказал, что, мне кажется, Евелину Федоровну эти письма только забавляют. Мне почему-то тоже так показалось. Ну ладно, нам пора. Перед уходом Федор установил в квартире камеру наблюдения. В тот же день Насонов встретился с женихом Татьяны Андреем Шаховым. Очень жаль старушку. Слава на его. А она никогда не говорила о своих врагах, недоброжелателях? Нет, она ко всем относилась хорошо. И даже к этим спившимся подонкам. А вы что ж, тоже считаете, что ее убил какой-то пьяный бомж? А вы думаете иначе? Что ее убил маньяк, преследующий призарелых писательниц? Согласитесь, это тема для романа. Тем более, что маньяка мы с ней сами пробовали. А вы кому-нибудь рассказывали про эту затею? Да кому это интересно? Вы думаете, кто-то знал про письма и воспользовался ими как прикрытие? Ну, как вариант, да. Притянута за уши. Ну что, Юля, выяснила про Шахова? Да, успешный молодой человек, владелец консалтинговой фирмы. В прошлом занимался недвижимостью, так что с жильем у него все в порядке. Большая трехкомнатная квартира в престижном районе. Получается, квартира бабушки его не интересовала. Надо бы с бомжами пообщаться. Они все еще в СИЗО? Да в том-то и дело их выпустили. У всех оказалось алиби. Как у всех? И что это за алиби? Стопроцентное. В тот день в винном магазине по соседству при разгрузке недосчитались ящика водки. Хозяин обвинил бомжей и вызвал милицию. Их всех с утра забрали в отделение и продержали целые сутки. Значит, получается, Евелина Федоровна пошла с ними поговорить, никого не застала, на обратном пути ее убили. А кто, кстати, водку-то украл? Да сами грузчики. Но Евелину Федоровну мог убить кто-то пришлый. Там за гаражами известное место сборище. Ну, с бездомными друзьями все равно еще придется разговаривать. Да, Федор? Да что ты говоришь? Ты ничего не предпринимай, сейчас я подъеду. У Федора новости пропадены. Насонов приехал к дому Панина, где его уже ждал помощник. Показывай, Путин. Вот, смотрите, вроде как посочувствовать пришел. Таня, прими мои искренние соболезнования. Спасибо, Слав. Про похороны помнишь? Приходи, она тебя любила. Да, я обязательно приду. Слушай, а ведь Евелина Федоровна, она уже успела написать большую часть новой книги. Я думаю, мы и должны ее издать. Кто это мы? И разве можно издать часть книги? Ну, нет, конечно. Но ведь ее можно дописать, понимаешь? Я ей тоже кое-что смыслю в литературном творчестве. Короче, дай мне рукопись, и я ее посмотрю. А если ты ее допишешь, чья это будет книга? Да разберемся. Ты что, мне не доверяешь? Ты думаешь, я хочу присвоить себя в сочинение Вилины Федоровны? Да что ты? Нет, сейчас. Бабушка печатала на машинке. Это единственный экземпляр. Не потеряй, пожалуйста, ладно? Ну что ты, не волнуйся, я как в аптеке. Береги себя. Нет, ну вы видели, а? Мародер. Видел, видел. Интересно, что он там с полки взял. Ладно, пойдем, сейчас узнаем. О, Алексей Викторович, чем обязан? Верните книгу, которую взяли из квартиры Лисицыных. Лучше сделать это добровольно. Я могу похлопотать о постановлении на обыск. Какую книгу вы что, приедете? Не трогать. Да вот она. Ух ты. Да это же прижизненное издание Толстого. Запрещенная раньше книга. У букинистов 1200, наверное. 170 у нас с дефектом. И вообще, это моя книга. Мне Таня дала ее почитать. У нас есть видеозапись, как вы снимаете эту книгу с полки в квартире Лисицыных. Федорову за вами лиц? Подождите, я отдам ее. Понимаете, бес попутал. Ну, думал, ну, старушка умерла. Таня, она в этом не разбирается. Вы же давно приметили эту книгу. 170 тысяч – приличная сумма. А знаете, убивают и за меньшее. Вы думаете, я не мог убить Эвелину Федоровну? Она же мне как бабушка была. В прокуратуре разберутся. На следующий день Панин был допрошен по подозрению в убийстве Эвелины Лисицыной. Следователь отпустил Панина под подписку о невыезде. Алексей, вы думаете, что Панин убил Лисицыну? Да нет, мне кажется, он не смог бы. Он для этого трусоват. Мне кажется, что разгадка в новой рукописи Эвелины Федоровны. Может, мы ее посмотрим? Она ведь осталась у Панина дома. Ну, а что, рукопись при обыске не изымали? Хорошо, Юль, если следователь возражать не будет, то рукопись заберем. Побывав в квартире Панина, помощник не обнаружил рукописи нового Романа Лисицыной. Она лежала на столе, и при обыске ее никто не трогал. А сейчас ее нигде нет, я все осмотрел. Вот терраса. Надо было нам ее сразу забрать. Ты замки проверил? Проверил, замок цел и не поцарапан. Надо аккуратно выяснить у Тани, были ли у нее плечи от квартиры Панина. При чем тут Таня? Ну, а кто еще знал, что рукопись в квартире у Панина? Логично, но непонятно. Насонов решил встретиться с бомжом Колей. Местные жители рассказали ему, что Коля обитает в подвале жилого дома. Но когда детектив подошел к подвалу, его ждало страшное зрелище. Ну, ты как, жив? Алло, скорая? Улица Строителей, дом 8. Мужчина лет 30. С торца дома. Похоже, отравление угарным газом. Да, жду. Через час на место происшествия приехала Юля. Никаких следов рукописи? Нет, никаких. А тарелка из приличного дома? Да, похоже на то. Вот что, Юля, давай бутылку и тарелку на экспертизу. Вы думаете, бомжа Колю кто-то хотел отправить на тот свет? Думаю, да. На следующий день Насонов созвонился с лечащим врачом Николая Скворцова. Ну что, у Коля отравление угарным газом. Плюс алкогольное опьянение. Все время бредит, говорит, какой-то Метелина. Стоп, Метелина? Есть же такая деревня недалеко. Я помню указатель по дороге к нам на дачу. Мне нужна информация об этом Метелина. Коля все время повторяет, что огонь его все-таки достал. И еще, в крови у него обнаружен клофелин. Водку подмешали? Скорее всего, ты позвони следователю, уточни. Федор, а ты говорил с Таней про ключи от квартиры Пагина? Нет еще. Но она же в институте днем. Ну это хорошо, что не успел. Ее пока трогать не будем. Дождемся результатов экспертизы. Я в архив, может быть, что-то узнаю. Писательница Эвелина Лисицына получает анонимные письма с угрозами. Детективы выяснили, что это рекламный ход. Лисицына сама отправляет себе анонимки, чтобы привлечь внимание читателей. Однако через две недели женщину находят задушенной именно таким образом, какой описан в посланиях. Под подозрением оказываются все, кто знал о страшных письмах. Тем временем пропадает рукопись последнего романа Лисицыной, а ее друг Николай Скворцов едва не сгорает заживо в своем подвале. Да, да, хорошо. Спасибо. Алексей Викторович, мы кое-что узнали. Там, где была раньше деревня Метелина, теперь коттеджный поселок. А землю выкупила в 2004 году фирма «Мечта». Федор, а там ни в какой связи не мелькает фамилия нашего знакомого Панина? Нет, ему в 2004 было только 18. Ты вообще проверь эту мечту на знакомая фамилия. А в Метелина действительно был подозрительный пожар в 2004 году. Ага. Сгорел крайний дом, и погибли супруги Прохорова. Поджог тогда доказать не удалось, возможно, надавили сверху. Ты разыщи соседей этих Прохоровых. Хорошо, я вас понял, Алексей Викторович. Сейчас еще вот Юле что-то хочешь сказать. Алло, в водке был Клофелин. И еще, на школе Николай Скворцов родом из деревни Метелина. Его родители продали дом в деревне, и жить ему было негде. Так, ну тогда все, что можно делать и сегодня, а завтра продолжим. На следующий день помощник детектива Федор встретился с Василием Седых, бывшим жителем деревни Метелина. Знаешь, терпеть не могу город. То ли дело на земле, лес, в реке рыба. Ну а здесь... Ну а что же вы землю-то продали? Как не продать-то ее, если ножом к горлу? Он, наши соседи Прохоровы, никакого не продавали и... Сгорели. Сгорели? Красного петуха им пустили. А вы сами видели пожар? Фу, а то. Соседи же. Погода была сухая, вспыхнула так, что... Ого, дело-то еще и под утро было. А тут слышу крик. Данилыч! Василий Данилыч! Выходи, Василий Данилыч! Чего ты орешь? Горят, Прохоры горят, подожгли их. Чего ты мелешь, кто горит? Колька-то Скворцов к тому времени из армии вернулся. А папаша его, алкаш, дом-то и продал. Он и маялся по всем дворам и так далее и тому подобное. А в этот вечер он, самое, к Прохору на сеновал забрался. Там по двору кто-то шастал, потом как вспыхнул, а я еле ноги унес. Пошли, может, спасем кого? Да подожди тогда, я хоть ведро возьму. Когда прибежали, там все сгорело, никого не спасли. Я-то сначала думал, сколько это спиан там привидел, спропаджог-то. А потом сынище мой говорит, что, мол, машина к дому Прохорова подъезжала. Но он не запомнил марку, номер автомашины? Запомнил. Записал. Ему дядька подарил это как видеокамеру. И он в этот вечер пошел на дискотеку. Девок удивить, понимаешь? И записывал все подряд. Ну, эта машина диковинная попала ему в кадр. Диковинная в смысле? Ну, иномарка обычная, это для деревни там диковинка. Василий Данилович, а что же вы в милицию не сообщили? Да мне Колька то же самое говорил. Данилович, пошли, мол, куда следует сообщи. Я ему говорю, ты что, дурак? Хочешь, чтобы нас всех подожгли, что ли? Люди-то он, и какие серьезные, они шуток не любят. Испугались, значит? Все испугались. Вот и распродали все. А сейчас, говорят, на наших огородах такие дворцы и стоят. А скажите, не сохранилась ли запись, сделанная вашим сыном? Да сохранилась, наверное. Слушай, пойдем посмотрим. Пошли. От Федора нет новостей? Пока нет. Зато у меня есть новости. Помните, вы просили проверить строительную компанию на предмет знакомых имен? Смотрите, кто там работал, выездным менеджером. Ну вот, все становится яснее. Ну что, пора нанести визит госпоже Лисицыной-младшей. Да, это я отнесла бездомным бутылку водки и бутерброды. Так всегда делала бабушка, и я решила, что помянули бабушку. А бутылка была открыта или закрыта? Не помню. Андрей покупал спиртное на поминки. Сказал, отнеси бутылку мужикам. Я не хотела идти, я этих бомжей боюсь, но ради памяти. Скажи, а у тебя есть ключ от квартиры Панина? Да. Славка часто в командировках, и я хожу кормить его кота. Дело в том, что после ареста Панина из его квартиры пропала рукопись Вилины Федоровны. Та самая, которую ты ему дала. Боже мой, как пропала, это же был единственный экземпляр. Тань, ты пойми, что все очень серьезно. В бутылке с водкой, которую ты отнесла бомжам, был клофелин. Приятель твоей бабушки, Коля Скворцова, в больнице в тяжелом состоянии. На бутылке твои отпечатки. И у тебя был ключ от квартиры Панина, откуда рукопись пропала. Вы что думаете, что это я? Да как вы можете? Я сегодня ходила в больницу Кольки Скворцову и пойду. И потом зачем мне красть бабушкину рукопись? Да, все так. Я просто хочу, чтобы ты помогла нам найти того, кто убил бабушку и хотел убить Колю. Что нужно? Я все сделаю. Мне нужен ключ от твоей квартиры. А во-вторых, слушай меня внимательно. Вечером детективы вели наблюдение за квартирой Лисицыной. Ты с этим парнем из деревни Метельно встретился? Он тебе видеозапись передал? Там, кстати, очень хорошо видно номер машины. Я думаю, что если поработать, то и лицо водителя проявится. У меня просто времени пока не было. Молодец. Так, внимание. Вот он идет. Так, так. А ты что такая грустная, малыш? Помнишь бомжа Колю, который обгорел и попал в больницу? Он умер. А это бабушкин приятель, что ли? Рано или поздно они все этим заканчивают. Жаль. Да, жаль. Кстати, я решила издать бабушкину книгу. Ну, ту незаконченную. А ты же говорила, что отдала ее Славке Панину. Да, но у меня есть еще один экземпляр. Я завтра ее отнесу детективу Насонову, а потом сразу отдам в издательство. А зачем рукопись детективу? Ну, не знаю, нужна зачем-то. Детский сад. Лучше бы настоящих бандитов ловили. А ты понесешь эту папку в институт? Нет, я зайду за ней после обеда. Ты останешься? Знаешь, что-то голова разболелась. Пойду к себе. Высплюсь. Завтра увидимся. Таня четко выполняла поручение детектива Насонова. Может, мне ночью подежурить? Зачем ему идти ночью, если завтра полдня есть свободных? Да, и то верно. На следующий день наблюдение за квартирой Лисицыной было продолжено. Зачем он это делает? Ссенирует кражу. Пошли. Господин Шах? Вы здесь как? И зачем? Я тут еще Таня попросила. Лучше не рукопись ли Евелина Федоровна? У Таня такой беспорядок, ничего не найдешь. А рукописи здесь нет. Экземпляр был единственный. И именно его вы украли из квартиры Панин. Вы все перепутали. Это Панин украл у Тани книгу Толстого. Раритетное издание. Из-за этого и убил Евелину Федоровну. Да я ничего не перепутал. Евелину Федоровну убили вы. Не смешно. А я не смеюсь. А потом вы хотели убить еще одного человека. Это он. Это он разливал бензин в доме у Прохоровых. Там у него белая горячка. Какие еще Прохоровы? У нас есть видеозапись, на которой четко виден номер вашей машины. Вы думали, дело забыто и концы спрятаны? А вот оказалось нет. Госпожа Лисицына очень подробно рассказала историю бомжа, который был свидетелем поджога. Да она почти уговорила Колю пойти в милицию. Только сначала ей очень хотелось написать настоящий детектив о поджоге. И я убил старушенца из-за ее сочнений? Которые никто не читает? Да это чушь собачья. Для вас может быть и чушь. А вот Коля был для вас опасен. Но с ним-то все просто. Поджечь подвал и все дело-то знакомое. А вот с Лисицыной сложнее. Слишком много Коля успел ей рассказать. И тогда вы подсказали игру с подложенными письмами. И все можно было свалить на неизвестного маньяка. Вы ждали удобного момента. Ну и вот момент настал. Ирина Федоровна не застала никого из бомжей и пошла обратно. И вот удавка на шее. Все как в письмах. Грязная старая веревка. Я уверен, на вашей одежде остались волокна от этой веревки. Рукопись вы украли, уничтожили. А потом Таня вам сказала, что есть еще один экземпляр. Так значит, второго экземпляра нет? Ты наврала мне? Ловушку мне устроила? Продажная же ты тварь. Если он уничтожил эту рукопись, значит другого экземпляра нет. Ну почему же нет? Вон она, у Гавриловича лежится, лехонькая. Он ведь, ему Федоровна давала почитать. Он ведь учитель бывший. Торопишься? И правильно. За тобой уже приехали. Ну что, вот вроде бы все и разрешилось. Но остался только один вопрос, что делать с Колей. Из больницы тебя выписали, подвал твой сгорел. А пусть здесь живет. Квартира большая. Ну только чтобы не пил. Да я... Я никогда в жизни. Шахов был осужден на 15 лет колонии строгого режима. Коля Скворцов живет у Тани. Он бросил пить и нашел работу. Скоро они собираются пожениться.